А в борьбу за ваши голосы и место в наступном раунде нашей запеклой битвы за звание главного спевака страны и 2 миллиона гривен вступают хлопцы. Йолка, слово тебе. Со следующим участником нам на протяжении всей этой недели приходилось нелегко, потому что мы столкнулись с первыми, так сказать, артистическими проблемами. Но я надеюсь, более того, я верю, что мои мальчишки сделают все, потому что они на это способны. Встречайте, Александр Кривошапка. Меня жестко трясло. Я не ходил, я совместно найти не мог. У меня дыхание сбивалось, пульс сбивался какой-то. Я вообще ходил бешеный. Все меня ходили, успокаивали. Радитами и результатам сегодняшнего голосования... Олександр Кривошапко! Восемь лет. Песню пел Дуна Евского, веселый ветер. Такой перепуганный стоял передо мной, стойко было. Я в нее вцепился двумя руками и ногами, смотрел на маму, она в конце зала стояла, дирижировала мне и горланила эту песню. Вот тогда я понял, что сцена... Это моя стихия. Синьим днем я проснулся, понял, что петь не могу. Как? Сочувствуешь? Нормально. Это неприятное ощущение, это такое ощущение, что руки связали, ты не можешь ничего сделать. Я сижу, и я говорю, мне нужен мой голос, я хочу очень сильно сейчас свой голос. С Сашей из-за нервов... Беда со связками произошла после эфира. Он реально перенервничал. И я предлагаю сегодня не петь, чтобы не усугублять. Я не только предлагаю, я настаиваю, чтобы он не пел. Да. В принципе, он как бы может, но это рискованно. Надо эмоциональным окрасом сегодня поработать, потому что петь не надо. Нет, давайте петь, я буду петь. Я так не могу. Мне тогда на мозг риском много информации, когда не петь, я не выношу ее в мозги. Я привык заниматься вокалом, в этот момент вокализировая, а не рассказывая стихи. Ты почему истеришь? У тебя постоянно внутренняя борьба. Просто если я репетирую, я хочу петь, а не стоять и... Ты сегодня споешь, а в субботу у тебя не будет голоса. На прямом эфире ты выйдешь без голоса. А если я сегодня не спою, то в субботу я буду с голосом, но без ничего в голове. У меня понятия не имею, как с этой песней выставить. Я не знаю, как ее преподнести. Песня дуже сильная. Взможи – браво. Взможи – она еще браво. Буду работать. Взможи – это голый камень. Олександр Кривошепко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Две вечности сошлись В один короткий день. Опять метель Внимается былое в темноте. Опять метель Две вечности сошлись В один короткий день. Короткий день. Две вечности сошлись До мого сердца ты достукався и с легкостью. Та чи достукався ты до их сердеч? Сейчас мы услышим. Игорю? Саша, мне казалось, что передний выступ твой Твой предыдущий выступ, твое предыдущее выступление было больше с кровом. Более ярким. И у меня, кстати, один вопрос. Только что туда, куда ты целился из пистолета, оттуда вышла Оксана Марченко. Мне кажется, это не по-мужски. В следующий раз сошлись в меня или хотя бы в Кондратюка на худой конец. Красив соседа. Сергею, что вы скажете? Ой, волновался, волновался, милый. И это волнение даже вот мне передалось, как будто я вот стоял на сцене и чувствовал твое состояние. Были, конечно, небольшие вокальные огрехи. Чувствовалось, слились вместо сошлись. В первом куплете спел. Я бы немножко другую идею придумал. Идея идея совершенно прекрасная здесь. Это дуэль Ленского и Онегина, но нет Онегина. И я бы вот в перерыве, в проигрыше бы, зачитал бы этот фрагмент из Онегина. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лет и пламень. Вот это было нужно. И финальный выстрел должен был быть ярче. Вот финальный. Не в самом конце тупой глухой звук, а вот что-то такое пронзительное. Вот пуля выстрелила. Это было бы сильнее. И второй раз уже день. В конце не надо повторять. Короткий день. Это уже было лишнее. То есть по режиссуре, по драматургии песни были тоже минусы. Но в целом ты справился несомненно. Молодец. Спасибо. 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 Это самое главное. АПЛОДИСМЕНТЫ У тебя важкий тиждень був, Саша. Ты как почуваешься сейчас? Ну, не совсем хорошо, еще голос не совершенно. У меня полностью восстановился. Я желаю и все мы желаем, чтобы он у тебя скорейше восстановился. Просто Саша очень серьезно весь тиждень похворел. А в нас знакомая ситуация. Три участников и лишь одно место в следующем туре. Кому ж глядачи его отдали? АПЛОДИСМЕНТЫ Это Александр Кривошапко. АПЛОДИСМЕНТЫ Саша, мы приветствуем тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ